Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Фрунзенский мост откроют до конца года. Губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность объекта. В два раза больше и в два раза выше прежнего. В Самаре продолжается строительство нового ледового дворца. Готовность к зиме в реальности или только на бумаге. Несколько управляющих компаний города не реагируют на жалобы жителей. Строительство Фрунзенского моста в Самаре подходит к концу. Общая протяженность объекта составит почти 3 километра. Когда автомобилисты смогут проехать по новому мостовому переходу, узнал Анатолий Головко. Остались последние штрихи. Фрунзенский мост почти готов. Уже до конца года здесь должны запустить движения для автомобильного транспорта. Общая протяженность новой дороги, которая включает в себя мосты через реку Самара и озеро Банная, составляет 2 километра 670 метров. Движение по мосту запустят только после того, как конструкцию испытают на прочность. Первыми на мосту окажутся 25 большегрузов. Так подрядчик сможет понять, выдерживает ли он нагрузку, которая указана в проекте. Планируем в конце ноября, в начале декабря провести сами испытания. Сейчас техническую часть мы всю прорабатываем. После этого можно будет уверенно сказать, что движение можно будет запускать. Левобережная часть транспортной развязки готова на 99%. Сейчас там устанавливают шумозащитные экраны и освещение. По основному ходу движения на улице Фрунзе совсем скоро нанесут разметку и установят дорожные знаки. На правом берегу работа еще кипит. До конца года строители планируют доделать восьмой съезд. Девятый съезд на Степана Разина, Куйбышева и Чапаева должны закончить в 2020 году. По словам главы региона, подрядчик должен справиться с поставленными задачами в срок. Ни шагу назад. Никаких там движений вправо, как это сейчас модно строителям говорят, здесь нет. Нет вариантов. У нас МОС должен принять движение до конца этого года. Точную дату, надеюсь, в первой декаде мы определим. На строительство второй очереди Фрунзенского моста выделили 1 миллиард рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую инициировал президент России Владимир Путин. Проект предусматривает строительство магистральной трассы от улицы Шоссейной до границ Самары. Ее протяженность должна составить 7 километров 800 метров. Дорога будет иметь выходы на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечить транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Новый ледовый дворец спорта в Самаре откроется через два года. Его строят на месте старого здания. Новая арена сможет вместить 5000 человек, и это в полтора раза больше, чем раньше. Что уже успели сделать, увидел Андрей Горгуленко. 600 тонн металлоконструкции потребуются для строительства нового ледового дворца спорта. Основную часть этого объема составят фермы. Это конструкции, которые будут возвышаться над основной ареной и удерживать крышу. Сейчас фермы изготавливают. Первую планируют монтировать в декабре. А пока возводится основа для трибун и стены. Работы почти завершены. Оставлен только технологический проем, через который будут доставлять фермы внутрь. То есть через этот проем будет завозиться металлоконструкция, монтироваться, и впоследствии, после установки последних ферм, он будет, соответственно, завершен. Поэтому это чисто технологический проем. Параллельно ведется и монтаж входа. Его будут украшать колонны. На здании снесенного дворца спорта были панно. Теперь они украсят стены и нового здания. В память о старом здании мы воспроизводим на фасадах те рисунки, которые были в виде панно на старом здании. Мы их укрупняем и стилизуем по мотивам этих старых панно, вписывая их в новый масштаб архитектуры. Строители укрепили подпорную стену со стороны Волжского проспекта и предусмотрели подключение коммуникаций. При строительстве здания это позволит избежать дополнительных земельных работ. Очень отрадно, что на сегодня этот объект уже подключен к системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Решается вопрос подключения на следующий год к электроснабжению. То есть это все делается заранее. Чтобы потом, когда все будет готово, не начинать раскапывать траншеи, ломать асфальт. То есть сейчас все это предусмотрено и все это исполняется. Строительство контролируют не только надзорные ведомства, но и активисты. Сегодня объект осмотрели представители общественной палаты Самарской области и общественного совета при региональном министерстве строительства. Работа на площадке идет круглосуточно, но ночью строители стараются не шуметь. Помимо основного зала с трибунами на 5000 человек в новом дворце спорта разместится второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, площадка для керлинга, несколько раздевалок. Проект предусматривает также хореографический зал, универсальный спортзал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест. Пока этот спортивный инвентарь здесь бесполезен. Но уже во второй половине 2021 года строительные каски сменят хоккейные, а клюшки в сочетании с коньками и полными трибунами будут создавать невероятную спортивную атмосферу. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Добраться до Самары-Арены теперь можно из любой части города без пересадок. В городе закончили работу над новой трамвайной веткой. Составы по ней пока ходят в тестовом режиме. Но к новогодним праздникам трамваи обещают запустить на регулярной основе. Сократится ли время в пути, узнала Мария Левина. Теперь жители Безымянки и других отдаленных районов города смогут без пересадок добираться до стадиона Самара-Арена. В Самаре завершилось строительство новой трамвайной ветки, ведущей к стадиону. Теперь трамваи будут поворачивать направо в районе прикрестка Московского шоссе и Ташкентской, когда, как раньше, они шли прямо, минуя Самару-Арену. Что весьма кстати, в новогодние праздники жителей города ждет насыщенная программа на площадке стадиона. Мы и ставили эту задачу оживить это кольцо и для того, чтобы сегодня все маршруты, которые идут у нас из города, все маршруты, которые идут в город, они все заходили через кольцо трамвая, как мы его называем. И здесь будет дальше развитие этого транспортно-пересадочного узла. В ближайшее время до стадиона Самара-Арена можно будет добраться на трамваях пяти маршрутов. 7-м и 24-м К по будним дням и 11-м и 12-м по выходным. 25-й маршрут будет работать в дни футбольных матчей и праздников. Сократится и время в пути за счет автоматических трамвайных стрелок. Теперь водителю не нужно выходить из вагона, чтобы переложить стрелку вручную. Механизм переключения автоматических стрелок будет синхронизирован со светофорами. То есть трамвай подъехал, ему будет заранее или включаться красный свет, или включаться будет автоматически зеленый свет для того, чтобы трамвай не стоял. Все это сделано для того, чтобы ускорить перевозку трамваев. И, соответственно, это все будет в общей концепции умного города. Строили новую ветку два месяца. Долго ждали трамвайные стрелки из Чехии. На объекте работают европейские специалисты, которые подготавливали площадку стадиона к проведению чемпионата мира. Очень рад, что в Самаре уделяют внимание новым технологиям в строительстве трамвайных путей. Сейчас подрядчики должны подготовить все необходимые документы для сдачи объекта в эксплуатацию. После чего будет организовано регулярное движение. От стадиона можно будет уехать в различные районы города. Трамваи по правому повороту к Самаре-арене планируют пустить в конце декабря. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Самарские ученые поставили под сомнение возраст, найденный на Волжском дне ладьи. Ранее был проведен анализ в Томской лаборатории, который показал, что затонувшему судну 600 лет. Какие противоречия нашли самарские эксперты, расскажет Мария Левина. На этих кадрах сенсационная, как заявляют ученые Самарского политеха, находка. В университете считают возраст лодки не меньше 600 лет. Такой вывод позволил сделать лабораторный анализ. Томские эксперты исследовали гвоздь, найденный на дне Волги. Лигирующий элемент в этом железе, в этом образце отсутствует. Мы по наличию Лигирующего элемента можем сразу говорить о том, что это материал не с сегодняшнего дня. Почти сразу же, как было объявлено о предполагаемом возрасте находки, среди самарских ученых нашлось немало скептиков. Они не поверили, что ладья была сделана в 14 веке. Внимательно изучив кадры подводной съемки, историки заметили железную якорную цепь из крупных звеньев. Такие цепи на Волге появились только в начале 19 столетия. Да и сам гвоздь, по которому была проведена экспертиза, слишком больших размеров. Такие не встречаются даже при раскопках памятников 19 века. Историки из музея имени Алабина предполагают, на экспертизу попал вовсе не гвоздь, а иной крепежный элемент. Есть еще одна важная деталь, которая была упущена с самого начала. Специалисты, которые проводят такого рода исследования, предупреждают, если образцу меньше 300 лет, данные могут быть некорректными. Наиболее реальная датировка того объекта, который сейчас обнаружен, это рубеж 19-20, либо первой половины 20 века. Если все-таки предположить, что судно относится к 14-15 векам, то здесь снова появляются противоречия. Даже в конце 18 века размеры судов были гораздо меньше, чем того, что нашли под Виновкой. Самый большой корабль был не длиннее 30 метров. На экране типичная ворская ладья 18 века, а на меньшей находке в три раза. Для его перемещения необходим был мотор, который появился не раньше начала 20 века. С управлением такого гиганта нельзя было справиться с помощью весел. Да и необходимости в те времена в таком большом корабле не было. Поволжье в 15 веке – это территория развалившегося ордынского государства. После междоусобных войн земля здесь была выжжена и для проживания не годилась. Лишь иногда здесь кочевали степняки. Заселяться земля начала в 16 веке, когда Поволжье вошло в состав российского государства. Тогда, во второй половине 16-го столетия, по Волге начали ходить караваны. Один из кораблей мог затонуть в районе Виновки. Я думаю, что все-таки это либо 17-й, либо 18-й, а может быть и 19-й век. Волга заполнена вот этими затонувшими судами всех видов, всех типов – торговыми, военными, русскими, наверное, венецианскими и так далее. Это здорово, это интересно, но вот этот случай надо проверять, проверять. Даже если найденный на Волжском дне корабль окажется гораздо моложе ранее заявленного возраста, ценность его от этого не становится меньше, как и загадок, связанных с ним, которые еще предстоит разгадать с самарским ученым. Мария Левина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. В Самаре все дома подключены к отоплению, но не все готовы к холодам. Несколько десятков жилых зданий имеют частичные повреждения кровли, а управляющие компании их не ремонтируют. Как повлиять на коммунальщиков, которые не выполняют свою работу, обсуждали в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Какие идеи озвучили за круглым столом, расскажет Андрей Горгуленко. На ремонт кровель, не выдержавших сильных снегопадов, в прошлый зимний сезон из бюджета города были выделены средства. Все они отремонтированы. Однако существует проблема с выполнением работ по кровлям в рамках текущего ремонта некоторыми управляющими компаниями. С наступлением холодов проблема обострится из-за того, что во многих из них отопление подается с верхних этажей. Из-за этого система подачи тепла оказывается незащищенной. При этом недобросовестные управляющие компании рапортуют районным властям о полной готовности домов к зиме, размещая информацию на электронных ресурсах, электронное ЖКХ и ГИС ЖКХ. Анализируя все эти вещи, мы эти дома проверяли и по информационной обеспеченности именно подготовительного периода. И действительно, на многих домах одна из управляющих компаний выставляла пустые документы, то есть она прикрепляла документы, но в них не было ничего. Естественно, таких нерадивых коммунальщиков штрафуют, причем неоднократно. Но сумма штрафов для управляющих компаний, особенно тех, у которых на обслуживании несколько сотен домов, оказывается незначительной. Сейчас, по сути, есть только один действующий механизм исправления ситуации. Жители имеют право сменить управляющую компанию, которая не справляется со своей работой. Городом ведется серьезная работа с жителями, проводятся собрания по смене управляющей компании. Жители сами видят, что управляющая компания не справляется, не выполняет договорные условия по проведению работ, по содержанию, по текущему ремонту. Проводят общие собрания и уходят, выбирают другую управляющую компанию. Извечные русские вопросы, кто виноват и что делать, а также как изменить сложившуюся ситуацию, решали за круглым столом. Представители Общероссийского народного фронта, городской и районных властей и надзорных ведомств. Одна из идей, озвученных за столом, создать отдельный аварийный фонд в городском бюджете, который будет пополняться деньгами оштрафованных управляющих компаний. А затем эти средства и будут распределять на текущий ремонт кровли. Эту инициативу планируют вынести на обсуждение. Через конкурсную процедуру будет определяться подрядчик и также под контролем уже города со всеми гарантийными обязательствами в рамках 44-го ФЗ эти работы будут проводиться, выполняться. Главная задача – комфорт и благополучие жителей Самары. Идеи, выработанные за круглым столом, будут проработаны и сформированы в законотворческие инициативы, чтобы впоследствии и надзорные ведомства, и городские власти могли очистить рынок коммунальных услуг от безответственных компаний. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Ноябрь продолжает удивлять самарцев аномально теплой погодой. Специалисты Самара Горсвет не стали дожидаться снега и уже начали создавать праздничное настроение. Деревья примеряют яркие гирлянды, площади и скверы украшают фигуры сказочных персонажей. Чем самарские электрики удивят жителей в этом году, узнала наша съемочная группа. Не успела еще зеленая трава скрыться под белым снегом, а Самару уже украшают новогодние иллюминации. В этом году на улицах города развесят 100 километров разноцветных гирлянд. На одно дерево уходит от 80 до 100 метров ленты. Это зависит от толщины ствола и количества веток. Всего украсят тысячу городских деревьев. И это только на первый взгляд работа простая. Специалисты от земли поднимаются все выше и выше. Приходится использовать и лестницы, и подъемники. Аккуратно, чтобы не ломать ветки. Это обязательно. Самый важный шаг, чтобы смотрелось в итоге красиво. По традиции, кроме деревьев, на центральных улицах украшают фонари вдоль дорог. А также новогодний декор появится в скверах и парках. В этом году засияют и общественные пространства, отремонтированные по программе формирования комфортной городской среды. Одной из частей нацпроекта «Жилье и городская среда». Скверы Фадеева и у храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, проспект Металлургов. Самые яркие огни зажгут на склоне площади Славы. Жители города уже ждут, когда Самара засветится. Мне очень нравится. Улица Ленинградская замечательная. Приезжаешь вдоль набережной, там всегда фонари. Мне все нравится замечательно. Красиво. Город красивый. То, что на деревья вешают гирлянды, красиво. На площадях появятся светодинамичные фонтаны на подиумах. Один такой постамент под фонтан, а всего их будет 10, сегодня монтировали в сквере Высоцкого. Конструкцию размером 6 на 6 метров делают крепкой. Она может выдержать до 200 килограммов. Специалист Самара-Горсвет Сергей Ёлчев улыбается. Недаром фамилия у него новогодняя. Ведь именно ему доверили создавать праздничное настроение в городе. Когда мы начинаем это дело делать, я чувствую, людям хорошее добро делаем. Интересуются, а кто-то не видел ни разу, интересуются, а что вы делаете. Кратце объясняем. В светодинамичных фонтанах используются диодные лампочки, а потому они очень экономные. Фонтан по энергопотреблению равен всего двум лампам накаливания. Кроме того, включение ночной иллюминации положительно сказывается на работе городских сетей. Это, наоборот, влияет положительным образом, ночная иллюминация. Так как при снижении нагрузки в сетях, то есть ночью нагрузка в сетях меньше, чем днем, возникают высшие гармоники в сетях уличных. Не только уличное освещение, а вообще в сетях электрических. И для того, чтобы повысить как-то эту нагрузку, вот уличное освещение как раз для этого и служит в том числе. Все огни будут включаться вместе с уличным освещением и гореть до первых лучей солнца. Там, где жители просят выключать на ночь иллюминацию, предусмотрен особый режим работы – до часа ночи. Пока продолжается подключение гирлянд, фонтанов и фигур, они будут работать в тестовом режиме. А в полную силу Самара засветится новогодними огнями уже с 1 декабря. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Спорт как норма жизни. Новая всесезонная спортивная площадка открылась в поселке Курумыч. Ее строительство – это один из этапов реализации нацпроекта «Демография». Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Командир на против нашей скульптуре! Привет! Командир на против нашей скульптуре! Привет! Это традиционное рукопожатие перед футбольным матчем для ребят из села Курумыч особенное. Ведь это первая игра на новой площадке. Универсальное поле с синтетическим покрытием и хоккейными бортами размером 56 на 28 метров. Летом оно пригодно для футбола, а зимой здесь можно залить каток. Местные дети давно мечтали о такой площадке. И нам, девочкам и мальчикам, нужно развиваться в спорте. А спортивной площадки не было, и сейчас у нас теперь появилась такая возможность, мы можем развиваться в спортивной деятельности. А перспективы для развития есть. Местная школьная футбольная команда заняла второе место в областных соревнованиях. А хоккеисты и вовсе стали лучшими. Чтобы поддерживать себя в форме, рядом с полем открыли и воркаут-площадку. Как отмечают тренеры, она удобна и безопасна. Здесь в Силе Курумыч у нас есть хоккейная команда, которая является чемпионом Самарской области. И вообще все спортсмены в Силе Курумыч будут заниматься в течение всего года на этой площадке. Поэтому благодарны и губернатору Самарской области, и правительству Самарской области, и Министерству спорта. За оказанную нам честь. Эта спортплощадка одна из 23 построенных в Самарской области благодаря федеральной программе «Спорт. Норма жизни», которая является частью нацпроекта «Демография». Планируется, что универсальная площадка будет востребована не только у детей, но и у взрослых. Особенность этой площадки, она многофункциональная. Зимой и летом дети и взрослые будут заниматься на этой площадке, кататься на коньках по видам спорта, фигурное катание, хоккей. Ну и летом, конечно же, это основной футбол. Одна из задач нацпроекта «Демография», чтобы к 2024 году больше половины населения страны занималось спортом. С новой площадкой жители села Курумыч имеют возможность многократно превысить этот показатель. Андрей Горгуленко, События. Любовь к себе и ближнему, как рецепт успеха. Самару посетил паралимпиец Сергей Бурлаков. Он рассказал школьникам и студентам, как добиться цели, невзирая на разные преграды. На встречу побывал и наш корреспондент. Сила воли и бесконечная любовь к жизни. В юности Сергей Бурлаков в автоаварии потерял кисти рук и стопы. Но тяжелая травма его не остановила. Сергей ушел в спорт, стрельбу, плаванье, бег. Он первым пробежал многочасовой марафон на протезах и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сергей получил титул «Человек планеты». Он говорит, нет ничего невозможного, если есть цель в жизни. Рассказать об этом он приехал в Самару студентам и школьникам. «Любовь называется. Вот ты когда себя любишь, когда ты любишь окружение, родных, близких, детей, вот свое хобби, вот это и есть тот мотиватор, который тебя заставляет работать над собой, самосовершенствоваться и достигать цели». Сейчас Сергей Бурлаков – мастер спорта по плаванию, легкоатлетике и пулевой стрельбе. Рекордсмен России и мира, двукратный чемпион мира по пара карате. Ребята говорят, такие люди и их поступки мотивируют, дают желание постоянно работать над собой. Это дает очень огромную мотивацию, то есть как бы развиваться, потому что он это дело любит и он дальше идет к своей цели. То есть мне кажется, вот надо послушать его и идти к своей цели так же, то есть несмотря ни на что. Сергей Бурлаков не останавливается. Уже скоро он поедет на чемпионат мира в Лондоне. А впереди еще более амбициозные планы – заплыв из Сахалина в Японию. И есть ощущение, что у этого человека все обязательно получится. Александр Шугаев, Семен Безгенов, Максим Гусев. События. Составят конкуренцию мужчинам. На стадионе «Металлург» прошла первая открытая тренировка женской футбольной команды «Крылья Советов». Кто они – амазонки будущего самарского футбола, расскажет Сергей Кизоркин. У «Крыльев Советов» новый капитан. Студентка, пловчиха и просто красавица. Мария Черепанова попала в женский футбол «Наспор». Однокурсник во время спартакиада предложил ей сыграть на турнире. Она согласилась. Сейчас Мария мечтает не только выиграть чемпионат страны, но и в составе национальной сборной стать чемпионкой мира. Теперь Черепанова – защитник легендарного клуба «Крылья Советов». Первая моя тренировка. Я купила себе форму, все по-взрослому. Отбитые ноги, синяки. Мама говорит, ну ты же принцесса, зачем тебе это нужно? Но нет. Тут уже чисто из-за характера, да, осталось. Дальше, к моему огромному счастью, на самом деле, я попала в команду Комаровой Галини. Тогда мы еще были с «Дюшор» номер 11. Женский клуб «Крылья Советов» разновозрастной. 40 девушек от 12 до 25 лет. Это три команды. Все друг другу помогают как в спорте, так и в жизни, рассказала капитан старшей команды. Ведь сейчас для них главная задача – создать боеспособный коллектив для участия в первенстве России. Старт весной в третьем дивизионе. Руководство клуба ставит амбициозные задачи. Через несколько лет «Крылышки» должны играть уже в элите женского футбола. Что касается девочек, это все любители. То есть контрактной системы пока не предусмотрено. Но в процессе развития клуба, в процессе женского, мы, естественно, будем это предусматривать. Надо нам добраться до, например, лиги женской. Я думаю, что будем о чем-то говорить. Начиналась история женских крыльев с любительской команды «Виктория». Затем была 11-я спортшкола Олимпийского резерва. В центре подготовки футболистов спортсменками сейчас занимаются профессиональные тренеры. Андрей Дементьев и Галина Комарова. На протяжении всех лет, в которых мы тренируемся, когда мы создавали эту команду, цель и задача была создать в своем городе команду высшей лиги, чтобы в дальнейшем создать команду мастеров. Женская команда мастеров в Самаре играла с 1992 года под брендом ЦСКА ВВС до 2014. Потом финансирование прекратилось. Осенью 2019-го девушек-спортшкольниц под свое крыло взял профессиональный клуб «Крылья Советов». Ветераны футбола очень довольны таким решением старшего брата. Это, конечно, эпохальное событие. И вот эти девчонки сегодня начинают новую летопись, наверное, в истории женского футбола, именно нашего города. И мне кажется, я тоже в свое время была капитаном, и сегодня Мария, когда интервью давала, мне прямо хотелось ей какую-то эстафетную палочку передать, потому что команда ЦСКА ВВС тоже начинала свои победы ковать именно на этом стадионе. И в 92-м мы стали серебряными призерами, в 93-м мы уже стали чемпионами. Сейчас в женском чемпионате России по футболу 8 команд. Это ЦСКА, Локомотив, Чертаново, Торпеда, Енисей, Кубаночка, Звезда и Рязань ВДВ. Если все пойдет по плану, то в 2021 году в этой очаровательной кампании окажутся и самарские крылья Советов. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи.